Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, он довольно интересный. Общалась с парнем около года, нравились друг другу, но часто ссорились. Будто что-то находило на меня, я начинал его пилить. Месяц назад написала ему, надеюсь, не помириться, но снова поругались, потому что оскорбили друг друга впервые за время нашего общения. Хочу узнать, собираются ли данные эти парни действуют в мою сторону, и возможно ли наше общение без ссор. Вот в чём здесь интересный момент, это в том, что вы в своём тексте, как будто бы полностью исключаете то, что на вас что-то находит. То есть вот вы, исходя из вашего сообщения, скажем так, просто вот предполагаете, что на вас, ну, перестанут, перестанут находиться. То есть, ну, просто вот не будет на вас находить то, что находят сейчас. Ну, на мой взгляд, это так не работает, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, на вас не перестанут что-то находить, если вы сами не увидите, что именно на вас находят. Понимаете, какая история. А вы пока что не видите. И общение без ссор, как вы говорите, общение без, ну, без конфликтов, да, и так далее, оно возможно. Но для этого вам нужно увидеть, что я делаю. Что я делаю, вот я сама, что делаю, для того, чтобы ссоры становились возможными. Ведь ссорюсь я в том числе. Оскорбляюсь я в том числе. Ой, оскорбляю. Разрешите. Оскорбляю я в том числе. Понимаете? Какая штука. Не только, ну, не только парень это делает. Вот. Понимаете? И вот этот момент, очень-очень важно увидеть. То есть вы сейчас эту ситуацию позиционируете как такую, что ссоры возникают, как некое, знаете, такое, ну, явление. Вот. То есть ссора для вас, это как будто бы явление. Ну, в этом смысле нет. Ссоры это не явление. Ссоры это результат ваших действий, в том числе. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. И, соответственно, вам нужно для, ну, для себя этот момент увидеть. увидеть, увидеть, что вы сами делаете вклад в конфликт. Вот. Для этого, ну, для этого, для этого нужно для начала увидеть, за что вы человека пилите. Например. Да? Ну, то есть, вот, вы его пилите. Ну, вот, вы его пилите. Вот. Что, что, что является основанием, например, для того, что вы его пилите. Что является конкретным основанием для того, чтобы вам, чтобы вам хотел, хотелось, хотелось его пилить. Вот. Вот. Вам это нужно увидеть. И тогда, и тогда общение без ссор будет, скажем так, ну, вполне, вполне реальным. Вот. понимаете? Какая, какая, какая штука. Вот. А пока что, пока что, общение без ссор, это, по сути, такое вот получается, стихийное, стихийное бедствие. Понимаете? Вот. То есть, общение без ссор это то, на данный момент, что от вас вообще не зависит. И это серьезная проблема. что еще я хотел бы спросить у вас, да? Вы общаетесь, значит, ну, вы вот говорите, что написали человеку, да, вы говорите о том, что написали ему в надежде. вы написали ему в надежде снова быть вместе. Вот. А что представляет из себя ваш интерес к нему? То есть, чем молодой человек вам интересен? что вызывает в вас, что вызывает в вас его, что вызывает в вас интерес? Вот. Вот давайте попробуем этот момент для себя тоже вычислить, да, выделить как-то. вот. Потому что если ваш интерес к молодому человеку является результатом, следствием, скажем так, ваших каких-то потребностей или способом разрешить противоречие какое-то, да, конфликт, например, то я думаю, что здесь будут серьезные проблемы при взаимодействии с ним. Что, опять же, на мой взгляд, вполне естественно и нормально. Вот. то есть сейчас на данный момент основная ваша проблематика это то, что вам не хватает осознанности. Вот. Осознанность увеличится и ситуация будет улучшаться. Вы, по крайней мере, сможете говорить партнеру, да, вы сможете говорить им о том, что вас беспокоит. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.